Когда они выходили, им повстречался человек из Керемы по имени Симон, и солдаты заставили его нести крест. Когда они пришли на место, называемое Голгофом, что означает «лобное место», они дали ему вино, смешанное с желчью. Попробовав, он не стал пить. Проспяв Иисуса, солдаты по жребию разделили его одежду между собой и сели стеречь его. Над головой Иисуса прибили табличку с указанием его вины. Это Иисус, царь Иудеев. Вместе с ним были распяты и два разбойника, один по правую, а другой по левую сторону от него. Проходившие мимо бронили его. Качая головами, они говорили, «Ты ведь собирался разрушить храм и в три дня отстроить его? Спаси себя, если ты сын Бога. Сойди с креста». Первосвященники, учители закона и старейшины тоже насмехались над Иисусом. «Спасал других», — говорили они, — «а себя спасти не может. Царь Израиля, пусть он сойдет с креста, и тогда мы поверим в него». «Он полагался на Бога, так пусть Бог теперь избавит его, если он ему угоден. Ведь он же называл себя сыном Бога». Теми же словами оскорбляли его и преступники, распятые вместе с ним. От шестого часа по всей земле стало темно, и это продолжалось до девятого часа. Около девятого часа Иисус громко крикнул. «Эли, эли, лемаса вахтани!» Что значит «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Некоторые стоявших поблизости, услышав это, сказали. «Он зовет Илию. Один из них тут же подбежал, взял губку, пропитал ее кислым вином, насадил на палку и дал ему пить. Другие же говорили, «Подожди, давай посмотрим, придет Илия спасти его или нет». Иисус снова громко закричал и испустил дух. И тут завеса храма разорвалась надвое сверху донизу. Затряслась земля, и раскололись скалы. Раскрылись могилы, и многие умершие праведники воскресли. Они вышли из могил, и уже после того, как воскрес сам Иисус, вошли в святой город, где их видело много людей. Сотник и те, кто вместе с ним стерегли Иисуса, увидев землетрясение и все, что произошло, очень испугались и сказали, «Он действительно был сыном Бога». Там также было и много женщин, которые издали наблюдали за происходящим. Они следовали за Иисусом и с самой Галилеей, помогая Ему. Среди них были Мария Магдалина, Мария, мать Якова, и Иосии, и мать сыновей Звидея. Вечером к месту казни пришел один богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф. Он тоже был учеником Иисуса. Иосиф пошел к Пилату и попросил тело Иисуса. Пилат приказал, чтобы ему отдали тело. Иосиф взял его, обернул чистым льняным полотном и положил в свою новую гробницу, которая была вырублена в скале. Привалив ко входу большой камень, он ушел. А Мария Магдалина и другая Мария остались сидеть напротив гробницы. На следующий день, это была суббота, первосвященники и фарисеи собрались у Пилата. «Господин», — обратились они к нему, мы вспомнили, что когда этот обманщик еще был жив, он сказал, «Через три дня я воскресну, поэтому прикажи, чтобы могила три дня охранялась, иначе его ученики могут прийти, выкрасть тело и сказать народу, что он воскрес из мертвых. Этот последний обман будет еще хуже первого». «Возьмите стражу», — ответил Пилат, «идите и охраняйте, как знаете». Они пошли, опечатали камень и выставили у гробницы стражу. После субботы на рассвете первого дня недели Мария Магдалина и другая Мария пошли посмотреть гробницу. Вдруг произошло сильное землетрясение, потому что ангел Господа спустился с неба, подошел к гробницам и отвалил камень. И теперь он сидел на нем. Своим видом он был, как молния, а его одежда была белой, как снег. Стражники настолько испугались его, что задрожали и стали, как мертвые. Ангел сказал женщинам, «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Его здесь нет. Он воскрес, как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где он лежал. Идите же скорее и скажите его ученикам, что он воскрес из мертвых и отправился прежде вас в Галилею. Там вы его увидите. Вот что я вам сказал. Женщины ушли от гробницы испуганные, но в то же время очень обрадованные. Они побежали, чтобы поскорее рассказать обо всем ученикам Иисуса. Вдруг их встретил сам Иисус. «Приветствую вас», — сказал Он. Они подошли, обняли Его ноги и поклонились Ему. Тогда Иисус сказал им, «Не бойтесь, идите и скажите Моим братьям, чтобы они шли в Галилею. Там они Меня и увидят». Женщины были еще в пути, когда несколько человек из стражи пришли в город и рассказали обо всем первосвященникам. Первосвященники посовещались со старейшинами и разработали план. Они дали солдатам много денег и сказали, «Говорите всем так. Его ученики пришли ночью и выкрали его, пока мы спали. А если это дойдет до наместника, мы с ним поговорим, и тем вас избавим от неприятностей». Солдаты взяли деньги и поступили так, как их научили. И эта выдумка распространена среди иудеев и по сегодняшний день. Одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда Иисус велел им прийти. Там они увидели Иисуса и поклонились Ему. Однако некоторые засомневались, что это Он. Тогда подойдя, Иисус сказал им, «Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я буду с вами все время до скончания века».